Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео мы с вами поговорим и в этом видео обсудим тему утренний секс. Действительно, от мужчин приходит очень-очень много вопросов на эту тему. И на мой взгляд, эти вопросы очень понятны и очень обусловлены. Почему? Потому что у мужчин бывает утренняя эрекция. И вот они утром встали, соответственно, уровень тестостерона повышен, уровень возбуждения повышен, уровень либидо повышен. И, конечно же, половой член приветствует, да, что привет, мы с тобой проснулись, классно, да, все, мы с тобой готовы к труду и обороне. Соответственно, и здесь мужчина активно просыпается и многим мужчинам именно в утренние часы необходим секс. Но у женщин же все немножко по-другому и частая проблема в отношениях состоит в том, что сексуальные биоритмы ваши и ваши спутницы немножко не сходятся, да. Кому-то из мужчин секс нужен утром, днем и вечером, особенно утром. А вот попробуй разбудить в 7 утра женщину, да, и еще сказать, что давай сейчас мы с тобой что-нибудь здесь устроим этакое. Я думаю, ни одна женщина не обрадуется. Ну, может быть, кто-то и обрадуется. Но в большинстве своем у женщины примерно выработка тестостерона на 9-10 часов, да, это если при условии женщина рано ложится, высыпается, прекрасно себя чувствует, ничего у нее не болит. Вот, но, соответственно, многие женщины привыкают к такому режиму сексуальной жизни, да, и, соответственно, не против со своим мужчиной утром заняться сексом. Поэтому, действительно, во многих парах секс практикуется утренний, особенно, если на это есть возможность, то есть вы утром там не встаете в холодном поту, на вас сидят дети, собаки и все вместе, да, в одном, в одной большой такой куче мале. Вот, поэтому здесь, действительно, вопрос такой очень интересный. Мне очень интересно знать ваше мнение. Практикуете, не практикуете, но напишите мне хотя бы плюсики или минусики, что нет, это в современных условиях жизни, Ольга Викторовна, вы несете какую-то чушь. Какой секс? Мы не знаем, как встать-то с кровати, да, а вы говорите про секс. Ну, мы уже с вами говорим про такие и достаточно хорошие условия, что вот представьте, вы проснулись, вы проснулись довольны, у вас выходной день или праздничный, вам там не надо куда-то бежать срочно, где-то стоять в пробках, расчищать машину. То есть, вот вы встали, вот как вообще, а может быть, вы это и встает. А вы знаете, что есть люди, которые встают раньше, да, то специально заводят будильник раньше для того, чтобы успеть включить свою половую жизнь в свой режим дня. Поэтому, друзья мои, я уже знаю много всяких секретов от своих любимых подписчиков и здесь они говорят про то, что действительно утренний секс очень стимулирует и придает энергию, придает эмоции, придает силы. И многие мужчины мне, кстати, говорят про то, что ему даже утром лучше они себя чувствуют, чем вечером, да, то есть, вечером, то есть, они сразу усыпают, утром просыпаются, уже как бы опять какая-то вялость, им опять хочется секса и это все идет по кругу, а утром они заряжены на целый день. Вот о чем говорят ученые, да, вы меня спросите, вы все говорите, ученые, ученые, что ученым больше делать, нечего. Друзья мои, ученые исследуют разные процессы, то, что происходит с нашей физиологией, с нашим организмом, для того, чтобы понять влияние, допустим, того же утреннего секса на разные процессы, происходящие в нашем организме. Так вот, они выявили такую триаду сердце, легкие и гормоны, что вот эти три системы очень активно работают, то есть, активно работает сердечно-сосудистая система. И доказано, если у человека есть регулярная половая жизнь, особенно утром, то он меньше страдает повышенным артериальным давлением, и сосуды у него намного лучше, и он меньше страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, друзья мои, какая очень интересная у меня есть статистика. Далее, очень хорошо повышается иммунитет, и вырабатывается иммуноглобулин А, который очень редко вырабатывается при вечернем и ночном сексе, а именно в утренние часы, что очень хорошо защищает ваше здоровье от инфекций и вирусов. То есть, вы более будете устойчивы к различным вирусным и инфекционным заболеваниям. Да, вот такой очень интересный эффект оказывает. Соответственно, с легкими меньше проблем, да, то есть, у людей меньше кашля, особенно, если есть проблемы вообще с легкими. Бронхиальные астмы, различные бронхиты и так далее. То есть, эффект действительно очень хороший. И плюс ко всему, гормональный статус у мужчины и женщины будет на высшем уровне, так как вырабатывается хорошее количество гормонов, и, соответственно, происходит регуляция гормонального статуса. Еще что я нашла интересного на данную тему. У мужчин, которые регулярно занимаются утренним сексом, регулярно это 2-3 половых контакта в неделю, да, это при определении Всемирной Организации Здоровья, они меньше мужчины подвержены инсультам и раку и воспалением предстательной железы. Как вам, друзья? Ну, мне кажется, здесь речь еще и вообще сексе, да, идет. Женщины меньше подвержены стрессам и депрессиям. Твои женщины лучше себя чувствуют, лучше выглядят и более устойчивы к разным неприятностям в жизни. Вот так вот, друзья. А всего-то мы говорим про половую жизнь, да, а вы скажете всего-то, да. Это не всего-то, а всего-то, да. То есть, вот на такие факторы влияет ваша регулярная половая жизнь и даже утренний секс. Почему? Потому что пробуждается организм. Ему необходимо, да, соответственно, снизить стресс, убрать негативные эмоции. Да, когда вы встаете, ой, на работу, ой, темно, ой, там на машине застрял. Все, вы уже в хроническом стрессе, да. И уже у вас все пойдет не по плану, потому что вы уже находитесь в состоянии стресса. И это, конечно, негативно сказывается и на вашей работоспособности, и вообще в целом на всем вашем рабочем дне. Друзья мои, это действительно очень важно, поэтому я вас крайне прошу обратить на это ваше внимание. Мне очень интересно знать ваше мнение по поводу этой темы, потому что тема очень-очень непростая. Обязательно мне напишите, что вы думаете. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите вопросы, которые вы хотели бы разобрать. Всех обнимаю, целую, всем любви и до новых встреч. Пока-пока.